Добрый день, уважаемые инвесторы! Рублевая лошадка пока не может пуститься в голоб. Собственно, вчера мы видели умеренное ослабление позиции рубля к доллару США. Вероятнее всего, сегодня оно также будет иметь место на фоне недостаточной поддержки со стороны внутренних факторов и отсутствия новых волн позитива во внешних драйверах. Соответственно, мы вчера видели, что рубль в начале торгов вел себя умеренно позитивно напротив, укрепляясь как к доллару США, так и к евро, то есть к обоим компонентам бивалютной корзины. Во многом за нить рублевой марионетки дергала непосредственно нефть, которая как раз в утренние часы умеренно откатывалась вниз, однако в те же самые утренние часы, ближе к обеду, со 12 часов предпринимала предпосылки к росту, попытки к росту. Однако, все-таки мощности не хватило у столь важного для отечественной валюты сырья. И уже после двух часов по московскому времени нефть сорта Brent начала отдавать свои завоевания, свои позиции, и к концу торгов оказалось уже ниже уровней открытия, соответственно. Собственно, это во многом не сформировало баланс сил на локальных валютных торгах, внеся свои такие негативные метаморфозы в рублевую динамику. То есть, как раз вот именно после двух часов рубль и начал отдавать свои дневные завоевания к доллару, соответственно, реагируя на снижение нефть сортирных ценников. Во многом также наложили отпечаток и ослабление позиций евро в паре евро-доллар на рынке Форекс. То есть, это как раз и привело тоже к ослаблению рубля против доллара на локальных валютных торгах. Еще один такой крайне интересный фактор – это фактор ликвидности. Мы видели, что вчера на локальную арену вновь взошел очередной налоговый период, однако пока его сил не хватает для того, чтобы подавить настроение денежно-кредитного рынка. То есть, еще с 25 декабря мы видели, что совокупный объем ликвидности пересек триллионный рубеж, удерживается сейчас выше отметки в 1,2 триллиона рублей. Соответственно, вот на прошлой неделе ставки денежно-кредитного рынка уже не могли удерживаться на повышенных уровнях, а резко обрушились ближе к концу недели. Соответственно, такая комфортная ситуация с ликвидностью, она фактически полностью гасит эффект от налогового периода. То есть, и в ближайшие дни также в основном будет зависеть настроение рубля от внешних драйверов, то есть, это нефть, рынок капитала, а вот налоговый период ему будет отведена не столь значительная роль. Сегодня мы пока видим, что не предпринимают каких-то таких вот уверенных попыток ни рынки капитала к росту, ни столь важное сырье. Рынки капитала немного снижаются. Это касается и фьючерсов на ключевые американские индексы, и, соответственно, российских беншмарков. Нефть чуть отскочила от уровня вчерашнего закрытия, но все равно пока вот довольно-таки вялая такая текущая динамика и, соответственно, отсутствие новых таких вот волн оптимизма для отечественной валюты. Переместим фокус своего внимания еще на ряд моментов. Конечно, заслуживает внимания Банк России. Вчера он решил пока не трогать процедные ставки. Вполне здравая реакция. Собственно, мы это и прогнозировали, поскольку еще не ясна до конца инфляционная картина. Не стоит сильно слишком зацикливаться на ускорении в начале текущего года уже темпов роста инфляции, поскольку вот индексация акцизов, она вносит свою такую лепту в инфляционную корзину. Собственно, это регулятор прекрасно понимает. Он об этом говорил, что возможно некоторые ускорения инфляции. В следующем месяце, несмотря на то, что формулировка о приемлемости уровня ставок была исключена, в следующем месяце, соответственно, не факт, что регулятор будет предпринимать какие-либо действия. Возможно, он и в следующем месяце займет в ожидательную позицию. Вот ближе к концу квартала более вероятен пересмотр ставок, поскольку один месяц является все-таки не репрезентативным. Два месяца, три месяца дали бы большей полноты текущей картине и по экономике, и по инфляции. Также отметим, что продолжает комфортная ликвидность, ликвидная обстановка приносить свои бонусы рынку корпоративного рублевого долга. Вчера ценники корпоративных рублевых бондов вновь подросли, правда, чуть меньше, чем в предыдущие дни. Но все же, опять-таки, показательно, что несмотря на стартовавший налоговый период, все-таки корпоративные рублевые банды сохраняют оптимизм. Это как раз заслуга именно ликвидности, поскольку внешний фонд пока не дает таких посылов для роста. Особенно корпоративные банды, которые являются довольно-таки вялыми, наверное, долго раскачиваются. То есть для них ликвидность это как раз первоочередной фактор, первородный фактор. Ну и в завершение скажем о том, что сегодня Банк России проведет свой очередной аукцион. Новый год начинается, пока это будет такой дебют. В этом году еще и новый выпуск, десятилетний, предлагается, соответственно, на 25 миллиардов рублей, сориентируем по доходности 6,70-6,75% годовых. Несмотря на то, что выпуск новый, в принципе, есть аналог, с которым можно его сравнить. Это десятилетний выпуск, уже находящийся в обращении. В общий раз закрыл доходность с доходностью 6,64% годовых, соответственно, вторичной торги. То есть мы видим, что если сравнивать новый выпуск и этот выпуск, то, в принципе, довольно-таки такая комфортная предлагается доходность, ориентир. Ну, в целом, вот как раз ликвидная обстановка комфортная, насутствие сильных внешних шоков. В принципе, нефть предпринимает время от времени попытки к росту. Вот уже день ото дня ждем, соответственно, идею либерализации. Уже скоро она должна обрести телесность, скоро должны начаться расчеты, соответственно, государственными бумагами через Евроклир. Все эти факторы вкупе, они дают Минфину неплохие шансы на то, чтобы сегодня успешно провести свой аукцион. Скорее всего, министерство будет всеми силами стараться начать без помарок. Новый год с чистого листа. Все, в принципе, шансы на это у него есть. Это основные события, которые мы хотели бы на сегодня озвучить. Всем спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok